Приветствую вас, аналии. Смотрите, вы задаёте свой вопрос по поводу того, что двигает мужчина, но проблема здесь в том, что мы мужчина не знаем, и мы не знаем его мотивов, мы не знаем его личности, мы не знаем вообще о нём ничего, кроме того, что вы пишете. И этого явно недостаточно для того, чтобы ответить вам на вопрос, который вы задаёте. А я уверен, что обычные предположения вас не устроят. Я также думаю, что вы чувствуете себя задетой, униженной и, возможно, даже травмированный. И я думаю, что это очень важный момент, потому что вы изначально начали встречаться с женатым мужчиной. Что это не свободный мужчина. При этом человек свои отношения с женой не закончил после встречи с вами. Сразу не ушёл от неё. Что означает автоматически, что он не свободен. что вы не единственный в его жизни. И человек, подсознательно соглашается на подобное, на подобные отношения, он обладает заниженной самооценкой. Вот вы, начав встречаться с женатым мужчиной, обладает заниженной самооценкой. Потому что человек с естественной самооценкой не будет встречаться с женатым мужчиной. Потому что здесь автоматически срабатывают два фактора. Первый фактор. Да, естественно, люди, находясь в браке, могут, как бы, не питать друг другу чувств. И когда появляется кто-то тут, кто-то третий, вот в данном случае вы появились у мужчины. У него возникли к вам чувства. И он вполне мог посетливать, что, да, вот, действительно, там, свою сыну, к примеру, я не люблю, да, вот, ну, ну, вот, я встретил там другую женщину, к примеру, вау. И, действительно, он мог открыть для себя этот чувство. Но, момент в том, что он делал дальше. Он не ушел от своей жены. Очень остался. И отговорок здесь всегда очень много. Но, по большому счету, все они означают, что человек не готов уходить из семьи. А значит, он либо не искренне относится к вам, либо он просто боится. Второй фактор заключается в том, что, если у супругов, ну, вот, у одного из супругов появились чисто к третьему лицу, то есть некие проблемы в отношениях. Если есть некие проблемы в отношениях, то, скажем, проблемы в отношениях. Привели определенные действия партнеров, обоих партнеров, но в том числе и вашего мужчины. То есть ваш мужчина своими действиями привел свой брак к тому, что в нем стали, возможно, другие люди. Вы, другие женщины. И те же самые паттерны поведения, те же самые модели поведения работают и с вами. И те же самые, ну, немножко в другой форме, может быть, проблемы появятся и у вас. Ваши пари. Вот эти два фактора играют очень важную роль. Вы на все это внимание не обращаетесь, просто наоборот встречаетесь за нашим мужчину. Ну и, соответственно, как бы, если он допускает, что у него может быть две женщины, то почему не три, почему не четыре. То есть это же, как бы, одна женщина – это одна женщина, две – это уже количество, это уже статистика. Чем больше женщин, тем меньше, они как-то выделяют, чем меньше в них видится индивидуально. Ну, вот. Такая вот история. Другой вопрос, да, что вас это задевает. Другой вопрос, что вам это неприятно. Другой вопрос, что вы чувствуете себя унизены, разочарованы, может быть, и всякое такое. Вот. Но это уже про, как вы воспринимаете сами себя. Вот. Это не про мужчину. Распознать это, да, на самом деле, очень легко просто не встречаться с женатыми мужчинами и всё. Это первое. Второе – не быть жертвой в отношениях. Что вот здесь значит не быть жертвой, вот. «Понимаете, посмотрите на свою сторону построения взаимодействия с партнёром. Как часто вы делали что-то для человека, потому что вам этого хотелось?» А как часто вы делали что-то для человека, потому что вам этого не хотелось, но вы думали, что вот вы что-то сделаете и что-то получите взамен. В ответ. Может быть, получите то, что у вас будут отношения, может быть, что-то ещё. Вот. Идея заключается как раз в том, что в отношениях это всегда есть риск. Риск, что всё это пойдёт не так, что партнёр будет действовать каким-то не самым лучшим образом и прочее. И от этого нельзя быть застрахованным, потому что, ну, человеческий фактор, а в него никуда не деться. Другой момент, что отношения – это не инвестиции. И нельзя, вот, вкладывая силы в отношения, да, вкладываясь в них, отдавая себя, ждать, что человек вам что-то даст заметить. Он может дать, а может, не дашь, он может дать что-то, что вам не нужно. Он может дать то, что у него есть. А вам то, что у него есть, может быть, не нужно. Вам нужно что-то своё. Поэтому очень важно, чтобы в отношениях вы были независимы, чтобы вы не нуждались в всём. Чтобы вы в отношениях просто старались сделать что-то для человека. Чтобы вы пытались что-то для него делать, чтобы вы хотели что-то для него делать. чтобы вы только ориентировались на то, что вы хотите для него, но не для себя. В вашем случае вы пытаетесь распознать и понять именно потому, что вы делали что-то для себя через другого, через машину. То есть свои личные желания, свои личные конфликты, свои личные цели, свои личные задачи вы пытались решить через машину. Что и привело к такой ситуации. Ситуация безусловно неприятная, но к сожалению естественная. На этом все на нем, я надеюсь что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.